Как много в этом слове для сердца русского слилось. В современной России так можно сказать не только про Москву, но и про тарифы ЖКХ. В очередной раз цены на коммунальные услуги повысились в июле. Однако вопросы у россиян возникают до сих пор. На некоторые из них ответили на пресс-конференции в Доме правительства. Первое полугодие 2013 года россияне платили за коммунальные услуги по ценам 2012. Зато со второго полугодия тарифы выросли, правда, в определенных пределах. Планки роста поставил сам Владимир Путин. По распоряжению президента в среднем за год рост цен на услуги ЖКХ не должен превышать 6%. Если с января по июля рост составил 0%, то чтобы получить среднюю арифметическую цифру 6, 1 июля тарифы должны были вырасти не больше, чем на 12%. Однако многие граждане путем собственных расчетов пришли к выводу, цены выросли не на 12, а на 112%. Специалисты утверждают, такие выводы граждане делают от непонимания. Население увидело, высчитало эти тарифы, было, стало, сложило все, 114, 115, 106%, у них получило заобличные 600-500%, и они нам говорят, просубмировали, неправильно понимают население. Мы, когда изучаем материалы, переписку, которые поступают в адрес Государственной юридичной инспекции от граждан, в большинстве своем видим, что люди, даже в Государственную юридичную инспекцию, обращаются в прокуратуру, в большинстве своем, они как бы сравнивают размеры платежей, вот отдельно взятые услуги коммунальные, например, по воде, сравнивают, допустим, уровень начисления платежей там в декабре прошлом году. Или там отдельно берут, допустим, за отопление, вот сравнивают уровнем декабря прошлого года. Или наоборот, даже еще не декабрем, а июнем, каким, 12-го года. Другими словами, если одна из услуг, к примеру, вода подорожала больше, чем на 12%, или, выражаясь языком специалистов, больше, чем на 112%, то на какую-либо другую услугу цены поднялись совсем незначительно. А в среднем выходит, что все в пределах нормы. Горячая вода повысилась на 141%, мы говорим про открытую систему горячего водоснабжения. Средний рост тарифа на 106% идет вода, водоотведение, на 14,5% идет газ и электричество. Мы сегодня укладываем те 12% заявленные поручения. Так или иначе, любые обращения граждан, а их с начала года поступило более полутора тысяч, проверяются. По результатам проверок выявлено более 560 нарушений, выдано 465 предписаний. Впрочем, даже если все начисляется по закону, платить россиянам от этого легче не становится. Облегчить ситуацию могут специальные субсидии. К примеру, положены они тем, кто тратит на оплату жилья и коммунальных услуг больше 20% дохода. На субсидии имеют право собственники жилого помещения, пользователи жилого помещения в муниципальном и государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде. Средний размер субсидий составил 1047 рублей. Кроме субсидий, различные категории граждан имеют право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Федеральные льготники – это ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны, члены их семей, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кстати, по сравнению с соседями по ПФО, в плане коммунальных расценок Чуваши выглядят вполне привлекательно. В таблицах по стоимости услуг ЖКХ наш регион занимает нижние строчки. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.